Рука на пульсе «Красная звезда». Рука на пульсе «Самый западный регион страны» попал под пристальное внимание общественного десанта, высадившегося в Калининграде. Турбовинтовой Л-18 с белым «Медведем» эмблемой Северного флота на фюзеляже рулит по посадочной полосе аэродрома Чкаловск, что под Калининградом. На Балтийский флот прибыла рабочая группа Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации во главе с председателем Совета Павлом Гусевым. Мы приехали не выискивать проблемы. Мы, представители гражданского общества, видим свою задачу в том, чтобы гражданин России, придя на военную службу, понимал, что защищает свою Родину. А для этого к нему нужно относиться с гражданской ответственностью, у него должно быть все, что помогает служить и защищать Родину. Для этого мы и приезжаем, изучаем ситуацию. Мы не ищем под ковром какие-то недостатки, мы хотим помочь. Военнослужащие должны ощущать, что о них заботятся не только их командиры и начальники, но и гражданское общество. Председатель Общественного совета осмотрел расположение мотострелкового соединения Балтийского флота, побеседовал с командованием части и личным составом, так что у него осталось время и на вопросы присутствовавших журналистов. Рабочая группа Общественного совета преминобороны России посетила Калининград впервые, но страну мы объезжаем планомерно. Побывали на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Краснодарском краях, на российских военных базах, пояснил цель визита глава делегации Павел Гусев. Мы постоянно находимся в войсках и изучаем вопросы, которые связывают гражданское общество с Министерством обороны. Прежде всего, по его словам, общественность интересует социальная сфера, как живут военнослужащие, как обустроены их семьи, как налажена жизнь контрактников. От этого зависит надежность обороны страны. И первое впечатление от визита в Калининградскую область, по мнению общественного десанта, таково, мощная группировка, созданная на западе страны, находится в достаточно непростых условиях. Военнослужащие должны ощущать, что о них заботятся не только их командиры и начальники, но и гражданское общество. На сегодняшний день отчетливо видно, что выстроена серьезная боевая подготовка, ребята не сидят в казармах, они постоянно находятся на боевых дежурствах, корабли ходят в море, авиация совершает боевые вылеты. Все это говорит о том, что Министерство обороны во главе с генералом армии Сергеем Шойгу создало такие условия службы и подготовки вооруженных сил, которые еще 10 лет назад были просто невозможны, добавил председатель общественного совета. Несмотря на то, что визит рабочей группы в Калининградскую область только начался, определенное понимание проблем, которые есть у дислоцированных войск, у членов группы, уже сложилось. Заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев в ходе беседы обратил внимание гостей на бытовые вопросы, которые требуют решения на уровне Министерства обороны. У нас есть список вопросов, которые мы обсуждали в штабе Балтийского флота с представителями командования, с военнослужащими соединения, объяснил глава делегации. Этой и другие вопросы мы обязательно поставим перед руководством Министерства обороны. В частности, как он уточнил, есть чувствительные темы в службе военнослужащих контрактной службы, это выплаты денежных пособий и командировочных, вопросы, связанные со строительством школы и детского садика в Балтийске, с выплатой компенсаций, которые ранее выплачивались, но ныне ликвидированы, что, по мнению общественного совета, неоправданно. Если председателя общественного совета по большей части интересовали вопросы социальные, то его заместитель, герой Советского Союза генерал-полковник Запаса Валерий Вастротин опытным глазом командира десантника оценивал военные аспекты. И увиденное генерала вполне удовлетворило. Нам всем интересно, каким образом защищена наша страна на самом опасном направлении. Калининградская область, оголенный нерв, ничем не прикрытый. Пока я вижу, что все тут нормально. Повсюду чувствуется военный дух. В ближайших планах рабочие группы общественного совета посещения Балтийска, корабли одного из соединений Балтфлота и морских пехотинцев. И нет сомнений, что этот визит поможет руководству Минобороны России плотнее держать руку на пульсе группировки, дислоцированной на территории самого западного региона России. Есть уверенность, что проблемные вопросы, влияющие на обороноспособность региона, будут решены. Калининград Тимур Гайнуддинов, Красная Звезда